Девушки отдыхают Мы видим как минимум две противоположные тенденции. Мы получили довольно сильные данные по внутренней экономике. Уровень безработицы снизился. Число занятых достигло рекордной отметки. Также мы увидели повышение уровня средней заработной платы. Подъебительские расходы стабильны. Был отмечен подъем в строительном секторе. Такие позитивные данные говорят нам о том, что в ближайшие месяцы, скорее всего, будет превалировать больший тренд. Но с другой стороны, геополитическое напряжение, объем экспорта в России сократился. Вся эта ситуация негативно влияет на внутренние инвестиции Германии. Очень сложно говорить об экономических прогнозах для Германии, учитывая эти две противоположные тенденции. Я считаю, что сильные данные по внутренней экономике Германии превысят негативные последствия геополитического кризиса, который связан с ситуацией на Украине, что привело к сокращению объема экспорта в Россию. Также надеюсь, что вскоре мы увидим восстановление экономического роста Германии ко второй половине этого года. Какое значение имеет референдум Шотландии для экономики Германии? Данный референдум Шотландии о независимости имеет большое значение как для европейской экономики, так и для финансового рынка в целом. Если все-таки большинство голосов будет за то, чтобы выйти из Союза с Британией, эта ситуация может, конечно же, привести к росту неуверенности на финансовом рынке. Я не думаю, что эти обстоятельства окажут непосредственное воздействие на экономический рост Германии или страны-геразоны, но это создаст неуверенность и неясность для мирового рынка в целом, для финансового рынка. Но если все-таки Шотландия станет независимой, то в долгосрочной перспективе это может привести к тому, что другие отдельные регионы захотят также стать независимыми. К примеру, это может затронуть такие европейские страны, как Испания и Бельгия, а также это может коснуться Баварии, которая находится в составе Германии. Риск заключается в том, что это может стать началом общей тенденции среди других европейских стран. Во время последнего заседания Европейского Центрального Банка было принято решение снизить ставку процента. Какими были самые основные комментарии Марио Драги в отношении экономической ситуации в Германии? Совет управляющих длинногласно принял решение о расширении текущего набора инструментов денежно-кредитной политики новыми нетрадиционными мерами в виде приобретения оценок бумаг, обеспеченных активами. Я не думаю, что это должно в значительной степени повлиять на экономику Германии. На прошлой неделе Марио Драги также говорил о странах, у которых есть так называемое фискальное пространство. В данном случае, скорее всего, он имел в виду Германию, которая, в свою очередь, недавно зафиксировала бюджетный профицит. И учитывая то, что на сегодняшний день мы наблюдаем снижение роста инвестиций в экономику Германии, если Германия хочет и дальше оставаться лидером среди других стран еврозоны, они должны использовать позитивные данные с пользой для своей экономики в целом и подстраховать себя в будущем. Им необходимо провести ряд структурных реформ, что может им в дальнейшем гарантировать стабильный рост экономики. Спасибо вам большое, Карлсон, за ваши комментарии. Дорогие наши три зрители, оставайтесь в дугоскопии. У нас еще много других интересных интервью. А пока что все. До свидания.